Всем привет, наши дорогие подписчики и зрители канала! Вы попали на канал Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, если еще вдруг не подписывались. Я сегодня вас приглашаю на полуостров Крым, а точнее в интереснейший город Судак. Огромное количество людей выбирают именно этот город, он большой, для своего препровождения отпуска. Так вот, кто-то приезжает и просто чилит на пляже, но Судак, он настолько большой, настолько красивый, настолько удивительный древний город, что там не стоит просто так валяться на пляже. Поэтому сегодня я вам расскажу 5 самых крутых мест в Судаке, и вы отправитесь туда в этом году по этим рекомендациям и, конечно же, кайфанете. В общем, погнали в новый выпуск. Перед тем, как мы перейдем к первой достопримечательности, ребятки, я хочу вам рассказать про наш авторский гайд, который мы написали и продолжаем допиливать, так как мы по Крыму пропутешествовали неоднократно и продолжаем туда ездить. Это наше любимое место в России. И постоянно открываем для себя что-то новое и туда добавляем. Гайд подойдет как и для тех, кто хочет жить там в гостиницах и просто передвигаться, и для тех, кто выбрал свое путешествие с палаткой. Там все есть. Маршруты, рекомендации, геолокации, советы, лайфхаки, рекомендации. Цена 490 рублей. Для того, чтобы приобрести, напишите либо мне в Инстаграм, либо Настеньке. Прямые ссылочки в описании. А теперь погнали на Генуэвскую крепость. Именно с нее я хочу начать свою подборку в Судаке. Это исторический музей под открытым нимом. Жемчужина Крыма. Визитная карточка Судака. На самом деле, это первое, что мы посетили, когда приехали первый раз в Судак. Сохранилось до наших дней почти в идеальном состоянии. Посмотрите, какие там высоченные стены до 8 метров. Они мощные, около 2 метров. Зубчатые стены. Башня. На территории крепости находится девичья башня. Консульский замок. Храм. Мечеть. Казармы. Склады. Мечеть сейчас выполняет функцию музея. Экспонация состоит из наиболее ценных археологических находок. Да, его тоже стоит посетить. Мы тоже туда спускались. С девичьей башней расположенной на самом высокой месте горы. Более 150 метров над уровнем моря. Открывается роскошный вид на море и окрестности Судака. Ежегодно в июле-августе в крепости 21 век сменяется поздним средневековьем. Прикиньте. Это проходит фестиваль «Генуэзский шлем». Участники получают возможность прочувствовать атмосферу древности, принять участие в импровизированных рыцарских турнирах, посмотреть исторические спектакли и выставки, пройти мастер-классы. Но если вы не хотите участвовать в этом фестивале, далеко не каждый захочет, то там есть специальная фотозона, где на вас наденут кольчугу, дадут настоящий рыцарский меч, и вы сможете сделать классные фотографии. А мы переходим с вами к следующей достопримечательности, которая так и называется «Набережная в Судаке». Набережная Судака – одна из самых красивых на побережье Крыма. Колоритная достопримечательность и самое оживленное место в городе. Но действительно, днем здесь народу очень много, а вечером она живая, здесь все играет, танцует, поют, кушают, развлекаются, и ночью здесь своя атмосфера. Обязательно здесь побудьте и днем, и вечером. Во время войны улица была полностью разрушена, восстановили ее к юбилею Судака. В 2012 году, представляете, набережная протянулась вдоль всей бухты, почти на 2 километра, от мыса Алчак до Крепостной горы. На улице разбиты цветники, в тени деревьев установлены лавочки, к морю ведет удобный лестничный спуск. Есть масса магазинов, сувенирных лагов, кафе, ресторанов и экскурсионных палаток. На улице предлагают в свои услуги фотографы, художники, стилисты, мастера тату. В темное время суток, как я уже сказал, набережная красиво подсвечивается. Ночью на улицу выходят музыканты, и можно стать зрителем концерта под открытым небом. В общем, ребятки, набережную Судака я обязательно рекомендую к посещению, как говорил ранее, и днем, и ночью. Мы отправляемся с вами сейчас на третью точку, которая называется мыс Меганом. Вот он. Мыс Меганом, самый протяженный мыс в Крыму, скорее похожий на вытянутый полуостров. Удивительное, странное, мистическое место близи Судака. Несмотря на то, что название Меганом значит большой дом, мыс безлюден. На нем никогда постоянно не жили люди. Это была ничейная территория, привлекающая случайных путников. Не зря на исходе позапрошлого столетия на окрестностях мыса был возведен маяк, прекрасно сохранившийся и по сей день освещающий путь кораблям. Мыс, он же этот полуостров, обладает собственными лапшабными и климатическими особенностями, кардинально отличающих от соседней территории, даже находившихся в нескольких километрах. Здесь нет никакой растительности, кроме трав. А пустынный холмистый рельеф напоминает барханы на африканских плоскогорьях. Погода на Меганоме жаркая, заслушливая, осадки случаются крайне редки. Вода здесь чистая, прозрачная, до кристальности, что особо ценят дайверы. С удовольствием и следующий потрясающий подводный мир этого места. Гигантские валунные гроты, галереи, музеи якорей, лифтовую шахту, затонувший катер. Все это здесь. Мы в свою очередь стояли неподалеку от Меганома. Возле Меганома есть кемпинг, который так и называется Меганом. Но мы выбрали постоять дикарями и остановились не зря. Шикарное место. Да, заход не очень кайфовый, но мы нашли заход, который состоял только из песочка. Такой небольшой коридорчик. Действительно, мы там покайфовали. Весь судак забит людьми, а тут такое уединение. Если будете в судаке, обязательно посетите сам мыс Меганом, сделайте это восхождение. Если вы любите отдыхать с палаткой, то, конечно же, остановитесь в этом месте с палаточкой. Вы точно не пожалеете. А сейчас мы с вами передвигаемся на четвертую локацию в судаке, которая называется очень красиво. Кипарисовая аллея. Кипарисовая аллея красивая, ухоженная прогулочная зона, протянувшая почти на километр и выходящая к набережной, о которой я вам как раз рассказывал. Изначально аллея должна была быть каштановой, но по причуде властей вместо традиционных каштанов высадили экзотические кипарисы. Капризные деревья прекрасно прижились на крымском побережье и придают особый колорит аллеям. Кипарисовую аллею в судаке называют крымским акбатом или судакским Лас-Вегасом. Все потому, что здесь кипит круглосуточно и есть масса заведений для приятного времяпрепровождения. Помимо стандартного набора из всевозможных магазинчиков, лавоков и ресторанов, на аллее находится клуб боулинга, кароки-клуб, квартодром, два парка аттракционов и мини-зоопарк. С наступлением темноты, когда включается подсветка, аллея превращается в волшебно-романтическое место. А вы только представьте, когда вы пройдетесь по этой аллее, попадете на набережную, вы получите нереальное удовольствие от своего отдыха. В общем, запоминайте. Судак, кипарисовая аллея, переходящая в набережную. Мы с вами двигаемся дальше. Это последнее место в моем списке, что посмотреть в судаке. Мыс Алчак. Алчак это старейший коралловый риф, состоящий из вестника и кальцита. Алчак это тюльское название, что означает низкий. Гора, расположенная здесь, имеет высоту всего лишь 153 метра. Говорят, что на этой территории был найден клад с золотом. Неудивительно, ведь археологи подтверждают, что еще в бронзовом веке это место населяли древние люди. В 1988 году мыс Алчак официально стал заповедным местом. У данного мыса богатая история. И туристы сюда едут за тем, чтобы наслаждаться природой и красотой крымских высот. Также здесь возле пляжа установили вот такие вот статую, которые тоже обязательно стоит посетить и сделать себе на память красивые фотографии. В общем, друзья, как я всегда и говорю, что Крым это удивительное место, которое заставляет путешествовать, путешествовать, путешествовать и путешествовать. Я не знаю, сколько нужно прожить в Крыму, чтобы изучить его весь, абсолютно весь, каждый уголочек, каждый кусочек Крыма. Поэтому продолжаем туда ездить, ездить и, наверное, и будем ездить. Вот такая вот подборка в Большом Судаке. Приезжайте в Крым, путешествуйте. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...